Льдар Абдрызаков о зрителях в России и США, любимых залах и семье. Бас Ильдар Абдрызаков о зрителях в России и США, любимых залах и семье Анастасия Захтаренко в Московской консерватории имени Чайковского в финале. 3. Международного музыкального фестиваля, организованного знаменитым оперным басом Ильдаром Абдрызаковым, состоится концерт Вердегала. В середине февраля певец вместе с женой Марикой прилетел в Москву, откуда отправился с мастер-классами и концертами в Уфу, Екатеринбург и Казань. В интервью РИО Новости он рассказал о поддержке молодых российских исполнителей, о дружбе с Дмитрием Хворостовским, о самых восторженных зрителях и лучших залах мира, о любимой семье и о том, как его когда-то исключили из музыкальной школы. У вас очень много работы за рубежом, это контрактная система. Ильдар, да, но я служу Мариинскому театру все равно, я же являюсь солистом Мариинского театра. Также работаю и в Большом театре. Этот приезд в Россию связан с композитором Джузеппе Верди, с итальянской музыкой. Совсем недавно в Мариинском театре прошел реквием Верди, в котором принимали участие солисты, оркестр и хор Мариинского театра, а дирижировал худрук и главный дирижер Валерий Гиргиев. Именно за него с маэстро мы и получили грэмми «Льдар Абдрозаков». Фото – из личного архива Эльдара Абдрозакова. В нашем турне по России, Екатеринбург, Уфа, Казани, Москва, мы исполняем итальянскую музыку. Работа по контракту – это независимость, но в то же время и нестабильность, наверное. То есть в этом году вас пригласили в какой-то театр, а в следующем может, и нет. «Ильдар, у меня контракты подписаны на пять лет вперед, поэтому стабильность пока есть, главное, чтобы здоровьей было». Портретное фото Эльдара Абдрозакова. Фото – из личного архива Эльдара Абдрозакова. А вы голос как-то бережете. «Ильдар, голос. Ну, по возможности. В день спектакля стараюсь не разговаривать. Главное – высыпаться и не нервничать. Еще не очень люблю говорить по телефону. А пропадал когда-нибудь. Ильдар, нет, бывало, что я заболевал, приходилось переносить спектакль, но голос не пропадал. Вас называют лучшим в мире басом. Вы лучший, как вы думаете. Ильдар, на каждого лучшего есть свой лучший все равно. Но я стараюсь конкурировать только с самим собой». Эльдар Абдрозаков выступает на концерте памяти Елены Образцовой в Московской консерватории имени П. И. Чиковского. РИА Новости, Владимир Остапкович. «Ты ставишь задачу, выходишь на сцену и нужно вот эту задачу выполнить, иначе ты сам себе проиграл. А как вы считаете, у вас сейчас пик формы, вы умеете делать все, что необходимо?» Ильдар, нет, но низкие голоса, они развиваются с годами. Мы же не в балете. Басы могут петь долго и с каждым годом все лучше. «В 20 лет я был юный, неопытный, сейчас у меня совсем другой голос, он меняется. Это все огромная, большая работа. Я, когда выхожу петь на сцену, и не только я, но и мои коллеги, мы килограммы теряем. Очень большая нагрузка». Ильдар, большая нагрузка, ответственность. «Нервная система очень плотно работает, и физически это часто тяжело. Страшно сказать». А есть ли партии, которые бы вы больше не хотели исполнять? Ильдар, это, например, «Фигаро в свадьбе Фигаро». Я спел, наверное, более 500 спектаклей, и сейчас у меня роли более возрастные стали. Ильдар Абдрызаков, Дапер Тута, и Екатерина Соловьева, Джулиета, в постановке режиссера Василия Бархатова в Мариинском театре. РИА Новости, Алексей Даничев. Потом, есть молодежь хорошая, которая прекрасно это сделает. Когда вот вы поняли, что у вас есть этот дар, такие вокальные возможности. Ильдар, я с детства пел. Так как я родился в семье артистов, у нас очень часто звучала в семье музыка, и родители мои пели, и старший брат мой тоже певец. Ильдар Абдрызаков выступает на галоконцерте «Классика» на Дворцовой в Санкт-Петербурге. РИА Новости, Игорь Русак. И как-то мы в музыке выросли, на песнях Магомаева, Кикабидзе. А где она у вас звучала? Ильдар, по радио. На телевидении же мало музыки было. Да и я родился и вырос в Уфе, у нас там было всего два канала. Мне очень нравилось, как Вахтанг Кикабидзе пел вот это, по аэродрому, по аэродрому. Я его слушал и подражал. Когда родители уходили на работу, приходила мамина подруга, брала меня, маленького, с собой в контору. Она была в нашем же доме, я ходил по ее кабинету и все время пел. И она меня сама просила, спой еще что-нибудь, но я и пел. Очень это запомнилось. А что за история, описанная в статье Википедии? Что, когда вы были в музыкальной школе, вам сказали, что у вас слуха нет? Или это легенды какие-то? Ильдар, нет, это правда. Также не может быть, слух он либо есть, либо его нет. Ильдар, на самом деле, когда я ходил в музыкальную школу, у меня и слух был, и чувство ритма. Портрет Ильдара Абдразакова фото, из личного архива Ильдара Абдразакова, ну как-то отбили у меня желание учиться, осилил только четыре года. Педагоги плохие были. Ильдар, может, я был плохой, но я старался. Когда у меня что-то не получалось, в игре на рояле, учитель меня заставлял отжиматься. Фотосессия Ильдара Абдразакова. Фото, из личного архива Ильдара Абдразакова. За одну ошибку одно отжимание. Руки еще больше тряслись. Ильдар, я, маленький мальчик, боялся ошибиться, а когда боишься, то еще больше ошибаешься. И я бросил музыкальную школу. Просто пришел домой и сказал родителям, что я больше не хочу учиться. А папа пошел в школу узнавать, почему сын приходит со слезами. Ему ответили, что вот, получается, у него нет слуха. Советские учителя ошибки свои редко признавали. А было бы здорово, если бы вы сейчас кого-то из этих людей встретили. Ильдар, когда-то потом встретил. Он мне сказал, Ильдар, если тебе нужно выучить какую-то партию, ты ко мне обратись. Ильдар Абдразаков во время выступления на гала-концерте звезд мировой оперной сцены, приуроченном к проведению Чемпионата мира по футболу 2018. РИА Новости, Илья Питалев. Я ему ответил, спасибо, мы уже позанимались. Вы дружили с Дмитрием Хворостовским. Ильдар, да. Я помню, что у него практически всегда было прекрасное, приподнятое настроение, он часто шутил. Мы познакомились в Мюнхене в начале 2000-х, на фестивале Мариинского театра. Он с супругой Флоранзе был на спектакле, в котором я пел. После они подошли, поздравили. Оперные певцы Дмитрий Хворостовский и Ильдар Абдразаков, слева направо, на концерте в рамках цикла «Хворостовский» и «Друзья». РИА Новости, Владимир Вяткин. Так и познакомились. Потом по телефону несколько раз общались, он мне давал советы, которые в результате очень-то могли. Еще он меня пригласил к себе на концерт «Хворостовский» и «Друзья». Выступление Ильдара Абдразакова на благотворительном концерте в память о Дмитрии Хворостовском в Красноярске, 2018. РИА Новости, Марат Винский. Затем мы очень часто встречались в Америке, так как в Метрополитенопере участвовали в спектаклях, правда, в разных, но при этом в одном театре. Марика. Мне кажется, такие концерты дают очень хороший толчок для развития карьеры даже уже состоявшихся артистов, потому что они вдохновляются друг другом, заряжаются друг от друга, рождаются новые идеи, планы. Ильдар Абдразаков с женой Марикой РИА Новости, Владимир Трифилов. А какой толчок это дает молодым исполнителям то, что вот Ильдар делает в фестивале. Абдразаков Фест. Дает путевку в жизнь, как бы это громко ни звучало. А как вы выбираете тех людей, которых вы поддерживаете, молодых? Ильдар. Они присылают свои записи. Я всех практически слушаю, а если даже кто-то мне непонятен, нахожу какие-то другие записи. Тех, что мне нравится, приглашаю на мастер-классы, чтобы работать уже напрямую. Марика. Когда мы организовали фонд поддержки молодых талантов, Ильдар в этот момент был уже художественным руководителем Академии Образцовой в Петербурге. Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Предоставлено пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. И хотелось сделать какую-то платформу, чтобы помогать ребятам системно, потому что на это запрос был в стране очень большой. А эта система мастер-классов помогает на фестивальной основе вывести ребят на сцену. По-вашему, у нас, в России, сейчас сильная вокальная школа. Ильдар, да. У нас хорошие голоса, но им трудно пробиться, вот это печально. Я в России не знаю ни одного менеджера, который работает с певцами классическими. Ильдар Абдразаков, слева, и Василий Ладюк в Малом зале Московской консерватории имени П.И. Чиковского. РИА Новости, Владимир Остапкович. Они не знают, куда идти, они торкаются и сюда и туда, а податься им некуда. В Европу пробиться сейчас очень тяжело. А у лучшего мирового баса Ильдара Абдразакова есть площадки, на которые вы еще не пробились. Вы же выступали во всех самых известных мировых театрах. Ильдар, нет, пожалуй, нет. Марико, на самом деле, Ильдар еще не спел в Гарнье. Просто оперы в Париже идут в основном в... Опра Бастил. Здание Парижской Гранд-Опера. РИА Новости. Дмитрий Коробейников. А в таком известном красивом историческом здании, в котором пел еще Шелепин, выступить пока не пришлось. Где вы больше всего любите выступать. Какой зритель, какие залы вам нравятся, акустика. Ильдар, знаете, вот хочу похвастаться, в заряде прекрасная акустика. И первый раз, когда я вышел туда на открытие зала, там был Гергиев, Мариинский театр, и тогда президент приходил. Я прямо почувствовал вот эту волну звуковую, которая течет в зал и возвращается назад. Это было очень приятно иметь дело с таким звуком. Еще в залах концерт Гебау. В Амстердаме и в Сметана Холл. В Праге потрясающая акустика. Ильдар Абдрызаков и Альбина Шаги-Муратова выступают на церемонии открытия. 27. Всемирной летней универсиады. 2013. РИА Новости. Рамиль Сиддиков. Но. Взять концертный зал Концерт Гебау в Амстердаме. Там тоже публика сидит сзади или в Сметана Холл. А зрители. Ильдар. В России, Германии и в Австрии они немножко сдержаны сначала, но потом принимают прекрасно. В Америке у них там сразу шоу, что бы ни было, сразу реакция такая одобрительная, там как-то проще выступать. Ильдар Абдрызаков улыбается. Фото, из личного архива Ильдара Абдрызакова. В Италии и Испании зрители тоже сдержанные, но потом могут посреди арии взять и начать аплодировать надолго. Однажды в Барселоне я пел на бис три раза. Посреди действия. Ильдар, да. Идет опера. Я пою свою арию, я ее заканчиваю аплодисменты, и они не останавливаются. В опере Князь Игорь Фото. Кул коннекшнс. Публика кричит, бис. И я повторяю арию, потом снова бис. И еще раз пою ее. Какой у вас гастрольный график и райдер? Ильдар. Райдер у меня обычный. Чтобы была вода и бутерброды какие-нибудь. И важно, чтобы везде были увлажнители воздуха. График плотный. Иногда приходится выбирать среди лучших площадок в одно и то же время выступления. Тогда уже смотришь, где какая роль, кто дирижер, режиссер, кто исполнители. Иногда даже климат имеет значение. Выбираешь то, что комфортнее для семьи. Вы ездите на гастроли всей семьей. Ильдар, да, с женой, с детьми. Ильдар, раньше их чуть меньше было, немножечко проще с этим, но мы все время вместе. Ильдар Абдрозаков во время выступления. Фото, из личного архива Ильдара Абдрозакова. Ильдар, иногда меня спрашивают, а почему ваши дети родились одна в Нью-Йорке, а другая в Австрии? Где выступал, там и родились. Ильдар, да, вот и ответ. Если бы мы работали в Японии, родились бы в Японии. Марико, мы с Ильдаром познакомились случайно, на дне рождения. А потом как-то очень быстро приняли решение. Наверное, так получилось, что оба были готовы к тому, чтобы завести семью. Ильдар Абдрозаков перед началом генеральной репетиции оперы Джузепи Верди Дон Карлос в Большом театре в Москве. Рео Новости. Евгения Одинаков. Оба были свободны, поженились и начали рожать детей одного за другим. Ильдар, мне важно с детьми проводить время и с Марикой. Мы с ней узнаем друг друга каждый день все больше и больше. Мне важно, когда моя семья со мной, иначе зачем это все? Вернуться на главную вернуться в начало 8 часов 26 февраля 2020 года 150.